так сегодня у нас 17 урок по хибернейту давайте вот этот код который был на прошлом уроке я закомментирую принципе мы учились что тут мы добавляли двигатель да и автомобиль у нашей таблицы так давайте как я бы начал уже не помню в сан 17 вот так вот обозначу упоминаю весь код который вы видите меня на уроках можете скачать с гид хаба ссылочка будет в описании и плюс если не вы не хотите ждать выхода следующих уроков можете оформить спонсорство на канале и тогда вам все сразу будет доступно то есть вам будут доступны все видео которые я уже залил на канал а так они выходят у меня по графику и так смотрите что у нас сейчас имеется в таблице автомобили у нас есть три автомобиля да и в таблице двигатель есть три двигателя причем вот 4 автомобиль cd4 это subaru он не ссылается ни на один двигатель вот а вот эти автомобили ссылаются на первый и на пятый двигатель вот эти соответствующие столбы так и давайте что мы сейчас сделаем будем получать данные по основу есть на нашем двигателе так помните как это делается пишем engine обновилась у меня intel и g idea и сейчас код прям вообще помогает писать очень много дописываются автоматически не так как это было раньше так ладно получаем вот смотрите я написал session и мне сразу добавилась вот целая строка и так далее так пишем session get engine класс 1 айди 1 указом то есть получаем вот этот двигатель 500 2000 а на экран давайте выведем вот так пропишем system out println хотел system out println так и получим engine get get car у нас есть метод и давайте запустим то есть смотрите вот тут мы получим двигатель 1 вот этот вот вот здесь классе engine мы прописали вот тут связь да и поэтому паха я хочу получить все данные от об автомобиле вот который принадлежит этому двигателю то есть с помощью вот этого метода делал тут get нет в энджине и вот у нас сидит к давайте запустим посмотрим какой будет результат так перейдем табличку кар в общем у нас должно вывестись вот это volvo так есть уже вывод так смотрите опять же что у нас происходит тут один select происходит вот join и вот информация о нашем автомобиле то есть видите вот это вот она volvo 2020 год цвет black price 2000 скорость такая-то но дальше информация о нашем двигателе отлично то есть как получать данные ну тут вообще абсолютно ничего нового все понятно теперь давайте удалим этот же автомобиль так то есть вместо system out println давайте напишем сэшн . дэлит дэлит энджин и запустим то есть мы хотим удалить вот этот вот двигатель и смотрите что у нас будет какой результат опять же да тут мы в каждом сейчас уроке я пишу буквально по две-три строчки кода новых ну очень много объясняю получается много больше и смотрите что у нас происходит то есть сначала происходит select это select вот тут когда мы находим наш двигателей двигатель далее смотрим происходит у нас длт from cars хотя мы удаляем двигатель а потом уже происходит длит from engine то есть смотрите если мы зайдем двигатель обновлю я эту табличку вот первый двигатель пропал то есть мы его удалили из таблицы вот тут на его потому что мы указали именно первый двигатель далее заходим в таблицу автомобилей я обновляю и вот пропала наша volvo потому что этот двигатель один был связан с этим автомобилем а у нас прописана связь между этими полями вот каскад пол и engine это поле вот тоже каскад пол давайте сейчас это изменим вот тут удалим каскад пол и установим несколько типов для этого я открываю вот тут фигурной скобочки и чтоб удобнее писать было на следующей строчку ему control пробел и выбираем давайте выберем persist и через запятую control пробел каскад рефреш самое главное чтобы мы не выбирали вот этот каскад рамов то есть сейчас оставляем так то есть смотрите это я делаю в классе engine двигатель и теперь смотрите давайте вернемся наши таблицы у нас есть двигатель 45 и вот пятый двигатель он принадлежит пятому автомобилю audi и давайте попробуем удалить этот двигатель вот тут исправляем опять то есть вот тут мы получим пятый двигатель и захотим его удалить запускаю и видим да у нас выходит ошибка почему получается эта ошибка потому что вот когда происходит удаление двигателя да мы как бы его уже удалили а потом вот у этой таблицы получается пустая ссылка на что ссылается вот эта пятерка она ссылается на вот эту табличку из engine а такого двигателя нет поэтому у нас и возникает ошибка давайте сейчас попробуем удалить двигатель 4 да потому что 4 двигатель никакому автомобилю не принадлежит вот тут исправляю сейчас на 4 и запускаю и посмотрим результат то есть таблицы кар вот это поле engine айди это является форме кием так теперь смотрите двигатель с айди 4 мы успешно удалили обновляю вот все его нет автомобилей также осталось вот четыре и пять штук теперь давайте все-таки исправим и попробуем удалить двигатель по айди 5 как нам это сделать надо значит смотрите вот тут мы получаем в этой строчке наш двигатель далее что нам надо по этому двигателю пишем engine сет сеткар так дед нет вернее вот так engine гетка мы получаем наш автомобиль а далее у автомобиля есть метод и тут мы устанавливаем нал то есть смотрите мы сначала получаем наш двигатель вот получили далее из двигателя мы получаем автомобиль а у автомобиля мы уставляем вот это вот поле в значение нал то есть первоначально мы заходим в эту таблицу ставим вот здесь вместо 5 нал а потом уже следующей строчке мы удаляем двигатель давайте вот смотрите давайте без этой строчки вот я ее закомментирую запущу посмотрим что у нас будет видим да есть у нас ошибка там можете почитать а теперь проделаем все то же самое только вот эту строчку я раз комментирую и запущу все отлично прошло видим да тут тоже сколько методов сначала у нас выполняется select это у нас вот эта строчка то есть мы находим двигатели далее у нас происходит апдейт вот апдейт апдейт в таблице кар то есть выполняется вот эта строчка давайте я зайду в таблицу кар и смотрите вот это 5 сейчас я обновлю оно становится нау то есть с помощью вот этой строчки кода мы разрываем связь между вот этим конкретно автомобилем и между вот этим вот двигателем и далее пятая строчка у нас происходит делать from удаление из таблицы engine давайте обновим обновлю вот двигатель удалился то есть вот такая вот простая операция но изначально надо скажем так разорвать связь то есть это я напоминаю когда мы вот это вот каскадный тайп у нас не all стал то есть каскад не участвует в операциях удаления вот может звучит звучит как-то сложно опять же видите урок 17 я написал тут оставил три строчки кода ну если непонятно пересмотрите урок еще раз но опять же самая главная практика самостоятельно там подобавляйте автомобили двигатели по удаляйте их я думаю все вам станет понятно так а на этом все ставьте лайки подписывайтесь и в следующих видео мы уже будем рассматривать таблицы делу связь не один к одному один ко многим всем пока